Беркут и Аиша временно приостановили свое музыкальное творчество. На то есть две причины. Режиссерская деятельность Беркута и пополнение в семье. Звездная пара 9 месяцев назад стала родителями в третий раз. Аиша родила долгожданную дочь после двух сыновей. Но поклонники давно ждут возвращения этого дуэта. Планирует ли Аиша вернуться в творчество? Узнаем в следующем сюжете. Недавно Беркут презентовал свою вторую режиссерскую работу, где собралось немало казахстанских звезд. Среди них была и прелестная жена певца Аиша. Сейчас она все свое время посвящает воспитанию детей, но несмотря на это, она все же периодически появляется на публике. Например, в Международный день девочек она приняла участие в социальном проекте против ранних браков несовершеннолетних. Очень много браков заключается с несовершеннолетними девочками. Причем бывают насильные браки. Я вообще не знала, что у нас существует такая проблема. Я не знала, что родители могут насильно отказаться от своего ребенка, просто потому что ему стыдно будет сказать что-то своим родственникам. Или то, что будет позорно, и к семью пойдет там, или что-то. Я думала, что такое происходит. Не знаю, где-то в Африке, может быть, оказывается, и мы тоже страдаем. Эту проблему она не смогла оставить без внимания и решила внести хоть какой-то вклад в противостояние ей. Вместе с другими активистами она снялась в социальном ролике. Девочку могут отдать замуж, потому что не хватает денег, потому что лишний рот, потому что дают хороший колым. Со своим спутником и по жизни в творчестве Аиша выпустила немало композиций, многие из которых стали хитами и часто звучат на просторах тоев. Но поклонникам этого мало. Они жаждут услышать новые мотивы. Так когда планируется выпуск следующей работы? Может быть, в марте. Просто мы еще не решили, когда будем снимать, потому что сейчас был муж занят с фильмом полностью, и у нас не было времени. Вот, а я от детьми. У Берку Таяиши трое детей. Все они еще маленькие, но старший ребенок уже проявляет склонность к творчеству. Если ребенок пойдет по стопам родителей, как они отнесутся к этому? Сейчас, например, сын, ему нравятся танцы. Он, ну, ходит немножечко, танцует на танцы. Это просто я не считаю, что надо, чтобы они обязательно были творческими людьми. Главное, чтобы им, если им нравится, то мы будем направлять, помогать. Мы ловим вас на слове, поэтому ждем обещанный камбэк в начале следующего года. Гуляйна Аксунгар Нурбеки, Сумхан, Хедлайнер.